Сексуальная необразованность Вообще половых сексуальных отношений, отношений между мужчинами и женщинами в современном мире и в современной России как таковой Сексуальное просвещение, с моей точки зрения даже непонятно, что сейчас вообще под этим понимать Я объясню в чем дело Надо ли на эту тему говорить? С психологической точки зрения, скажу вам так, приходится на эту тему сейчас говорить Но вопрос, с какого возраста, о чем и как, эта тема должна специально и подробно обсуждаться Почему? Непонятно вообще, с точки зрения культуры системы ценностей мы живем Давайте, вот если мы берем Россию периода Николая II, конец 19-го, начало 20-го века Тогда мы были, допустим, страной православия, у нас был самодержец Он являл нам символ, пример того, каким должен быть отец семейства, каким должно быть семейство Все было понятно, Россия молится, ходит в храмы Были традиции воспитания Были традиции отношения к этому сексуальному воспитанию Вы знаете об этом, что секс только после венчания, только после бракосочетания И все было понятно, да? Далее, мы берем 20-й век, мы берем Европу и берем Америку Может быть, вы слышали об этом В годы Великой Отечественной войны, когда немцы пришли на территорию Советского Союза И обратили внимание, что очень много среди девушек и женщин девственниц И для них это был шок А когда наши пришли на территорию Германии Они были несколько удивлены тому, что те же самые немки, в общем-то, без проблем Вступали в половые сексуальные отношения с русскими солдатами И трагедию из этого не делали Понимаете, вопрос сексуальных отношений Это всегда вопрос тех традиций, той культуры, в которой мы сейчас живем И если мы берем, допустим, Саудовскую Аравию Если мы берем мусульманский мир Это совершенно одно отношение к сексу на уровне общества А если мы берем Соединенные Штаты Америки Если мы берем современную Европу То, как вы понимаете, это совершенно другое информационное пространство Это совершенно другое отношение к сексуальному просвещению Ну, не будем говорить о том, что сейчас происходит Я не хочу лишний раз заниматься рекламой того, что там мы у них видим Например, родители номер один, родители номер два В этом смысле возникает вопрос Мы, современная Россия, мы кто? Явно еще по уровню нашего менталитета Мы не Европа и не Америка Причем родители и старшие поколения выросли в условиях одной культуры А вот дети, школьники, они сейчас живут в условиях совершенно другой культуры И если поколение дедушек, бабушек и нас, родителей Относились к девственности женщины как к некой ценности То сейчас мы вступили в эпоху, во время, когда девушки, студентки Вообще испытывают очень серьезные проблемы по поводу собственной девственности Потому что она очень часто начинает в молодежной среде рассматриваться как избыток, изжиток прошлого Что это мешает, что с этим не надо жить И дальше возникает такой момент Это реально из-за консультирования Когда девушка закончила уже университет, ей 22-23 года Сексуальной жизни у нее нет, она ее не ведет Она идет к медикам, медики говорят, чего ты ждешь? Ты что, принца ждешь на белом коне? Тебе пора начинать, потому что у тебя организм, физиология Она говорит, я что, должна по улице бежать и кричать, мужика дайте Значит, медики требуют одного Но она идет в церковь, а там батюшки говорят, это грех Тебе надо только чадородие ради, тебе надо замуж выходить, тебе надо венчаться А у нее такой возможности, замуж выйти нет Вы понимаете, что получается, церковь говорит одно, медицина говорит другое Бизнес, СМИ говорит третье И вот иногда бывает так, человек пошел в храм, там пуританство А потом он выходит из храма, из нашего собора Ушакова И он видит вот эти огромные рекламные щиты Где вот это Comedy Club Woman И где в полный рост вовсю идет вот эта, да, апологетика секса И возникает все с этим делать Я просто хочу сказать, что в консультировании есть очень много случаев Когда у людей происходит ментальная ошибка Потому что социум общества говорит одно А церковь говорит другое И человек просто не знает, что ему делать Кому вы посоветуете прислушиваться Я не знаю, что мне сейчас вам сказать Потому что иногда я вижу, как молодая девушка, верующая Приходящая в храм, не получает там А приходит ко мне здесь и рыдает Потому что она говорит, надо исповедоваться А я не могу это батюшке произнести Мне совесть не позволяет, мне плохо Потому что те формы секса, которые требуют от нее молодые люди А это, как вы видите, апологетика везде, да, в интернете Она говорит, церковь говорит грешно А молодой человек говорит, а мне надо И я не могу за девушку решать Будет она соглашаться с этим или нет Понимаете, давайте сначала поставим перед обществом вопрос Что же считать за норму, а что считать не за норму Потому что если находишься в церковной культуре Тогда приходится жить по тем критериям, которые говорит церковь Но тогда нужно, чтобы по этим канонам Человек жил с самого раннего детства И для него эта церковная культура была нормой А знаете, что сейчас происходит? Что сначала есть гражданский опыт какой-то отношений с мальчиком А потом так случается Уверовала и пошла в церковь А потом осознала там в церкви, что такого якобы нагрешила На самом деле, с точки зрения светской, ничего не нагрешила Понимаете, да? Что там делают двое в спальне, это их дело Но она пошла в церковь, а там ей сказали Господи, это же вообще и такой грех, и такой грех, и такой грех И у человека психологическая травма Поэтому, когда вы задаете вопрос о сексуальном просвещении То для меня, прежде всего, это вопрос содержания О чем говорить? И здесь, с моей точки зрения, надо говорить вообще О неких физиологических закономерностях Об особенностях психологии Молодых, взрослых Все-таки, сегодняшняя социальная жизнь, она очень цинична И мир взрослых, он очень циничный мир И я не знаю, что говорят нашему президенту на уровне общественного совета Но само информационное пространство Оно просто не укладывается в рамки здравого смысла Потому что везде апологетика секса И современная девушка, допустим, девочка 14-15 лет Если она еще не попробовала этой сексуальной жизни Она же находится, с моей точки зрения, под тройным давлением и очень мощным воздействием Какое? У самой у нее физиологических влечений особых еще нет Ящик Пандоры еще не открыт Она не попробовала, она может с этим жить достаточно спокойно Но рядом с ней может оказаться мальчик У которого с 12 лет гиперсексуальность И ему хочется секса Во-вторых, взрослые мужчины Лет за 40-50, уставшие от жизни Которому хочется молодого женского тела И они хотят эту девочку, заняться с ней сексом С третьей стороны Сами женщины, имеющие сексуальный опыт Разогнавшиеся в этом отношении Они сами порой воздействуют на эту молодежь, на этих девочек Очень негативно Понимаете? И вот просвещать, просвещать, просвещать Как в этих отношениях делать выборы Как ей поступать Я вам скажу честно Это всегда тайна Это настолько тема закрытая в обществе И это не обсуждается Потому что На Западе существует легализация секса Проституции как сферы деятельности И если уж у мальчика там приперло или что-то Ему говорят Ну иди сходи к опытной женщине По крайней мере все предсказуемое и прочее Да? У нас как это все происходит? Это все тайные стихи Это вообще первый раз у любого человека У нас в России Но это всегда Тайна, покрытая мраком И дай Бог, чтобы человеку В этом отношении Повезло Вот что значит повезло Понимаете, что может произойти? Вот сексуальное образование Вы мне зададите вопрос С какого времени начинать? Или как правильно пользоваться Противозачаточными средствами? Или с кем вступать в половые отношения? Вот это очень серьезные вопросы все Очень серьезные С моей точки зрения начинать Например, надо С вопроса Вообще роли секса в человеческой жизни Да? Если вот начинать О сексуальном просвещении Но я не знаю, говорят об этом сейчас или нет Я не читаю этих программ, не вижу Первое, с чего бы я начал Я бы вообще начал с разговора О том, что у человека есть физиология И что хотим или не хотим Юность Начиная с подросткового возраста Пять с двенадцати Мы все, к сожалению Становимся заложниками нашей физиологии Нашего организма Хочешь, не хочешь Эта физиология требует свое А если она еще и начинает стимулироваться Информационным пространством То все это приобретает Какие-то вообще формы Не знаю Сверхпотребностей Скажем, о мужской части Социума У мальчиков Мужчины и женщины По-разному смотрят на секс Почему? Давайте будем разводить Понятие молодости Юности И понятие взрослости Что значит по-разному смотрят Во-первых У женщины Вот это сексуальное влечение Удовольствия Оно По жизни только разгоняется И зреет, зреет, зреет Больше, больше, больше Сексуальные потребности женщины С возрастом возрастают А сексуальные возможности мужчины С возрастом угасают Если мы берем чисто физиологию То получается так Мальчику надо с 12 Условно говоря И у него до 25 Он растет, растет, растет Это потребность секса Вот где-то она разогналась до 25 Вот дальше Какое-то количество времени Лет 10-15 У мужчины Уровень этой потребности Сексуальной энергетики Она на одном и том же уровне А потом начинает угасать и спадать После 40 Все Это объективный процесс А у женщины Она начинает жить какой-то половой жизнью И потом у нее только Если она регулярно половой жизнью в семье Растет регулярно с мужчиной У нее эти сексуальные потребности Они развиваются Становятся все больше Больше И женщина после 40 Только расцветает А мужчина уже угасает Это физиологический факт Как бы, какими бы мы Пуританами не были И женщине для здоровья И физиологического Сексуального отношения Эти нужны Понимаете? А мужчина, ее ровесник Он в принципе Дать ей уже мало что может Но это не обсуждается Потому что считается Что это нехорошо В культуре неправильно Об этом говорить И поэтому если говорить О сексуальном партнерстве То действительно получается так Что зрелый мужчина И молодая девочка Это и зрелый Женщина и молоденький парень Вот партнерство такое На уровне Но оно на социальном Очень сложное Вы понимаете Потому что психологически Абсолютно разное И теперь получается так Что значит разное Женщинам физиология Нужна так же, как и мужчинам Но может быть даже еще и больше Но отношение в России Традиционное Такое, что Винят-то в основном Мужчина-женщин Женщина очень часто Используется Сексуальное отношение Как некое Средство Манипулирования Мужчиной И Способ По которому Она судит О степени Своей Психологической самооценки Чего она боится Она боится Предоставить себя В распоряжении Мужчины И потерять лицо Понимаете Приобрести дурную Репутацию Стать В глазах мужчины Неким средством Значит Понизить Саму себя В собственных глазах Поэтому такое отношение Она боится Отдать себя в руки мужчины Потому что Она не знает Психологических последствий Как он на нее Дальше будет смотреть Это реальная Проблема Это реальная опасность Да Поэтому Мужчины Склонны искать Этих сексуальных отношений Потому что Физиология у них Требует Да А женщина же Она хочет Чтобы был партнер То свой И постоянный И вот здесь Вот у них К сожалению Когда я говорю Что Венец в церкви Когда накладывается На людей Это значит Что Что они берут Ответственность Друг перед другом Перед Богом Да Потому что На самом деле То что Хочется физиологии Это вообще страшная вещь Я всегда говорю Вы приходите в магазин Вы всегда Один и тот же сорт Колбаски покупаете Или вам хочется Разнообразия покушать На уровне физиологическом Точно так же Происходит у мужчин Как бы Как бы вы К этому не относились Это факт Он всегда был Он всегда есть Да И поэтому Даже если У него замечательная Сексуальная партнерша Даже если У него все замечательно Ему все равно Хочется чего-то там попробовать А А А А вообще не хочется И женщинам хочется И женщинам хочется Ну просто Ну конечно Конечно И поэтому У нас совершенно Разные отношения К этому В культуре Просто я хочу вам сказать Что Если об этом Очень много говорить Да Это значит Стимулировать Эту физиологическую потребность Но если Общество Не предоставляет Таких возможностей И более того Считает Что это Греховно И плохо То получается Мы порождаем В сознании Людей Когнитивный Диссонанс С одной С одной стороны Информационный Пространство Круто Пробуйте Делайте А с другой стороны Вот эта Мораль Общества Людей Более пожилого Поколения Официальная Идеология Говорит Нельзя 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 И получается Что делаем С одной С одной стороны Говорим Много Нравственного Воспитания Молодежи Детей А с другой Стороны На уровне Реальной Жизни Взрослых Эти взрослые Семейные Мужчины Отцы Семей Ходят По девочкам Подросткам Вот что мы имеем А почему Секс считается Греховным Наверное Это больше Нужно Спросить Людей Которые Имеют Отношение К религии К вере Что За этим Идет Может быть Все даже Идет Из той Христианской Традиции Когда Дева Мария Родила Христа Непорочно С психологической Точки Зрения Сама Церковь Говорит Что В браке Секс Негреховен Да Если Это Не во Время Поста Если Это Не Будет Связано Потом С Абортами И С Предотвращением Жизни С Прекращением Тогда Говорит Можно Если Господь Создал У плоти То Дал Плоть Человеку Наслаждайтесь Занимайтесь Этим Поэтому Греховным Считается Когда Секс Становится Основой Поведения Человек Как Пищевое Поведение Хочется Повкуснее Хочется Побольше Просто Есть опасность Того С точки Зрения Видимо Наверное Церковной Морали Что Человек Может Превратиться В Животное И Собственно Говоря Перестать Жить Человеческими Направлениями Человеческими Целями Это Опять Мы Говорим В Мордовии Сейчас В России Сегодня Если Мы Где-то В другом Кругу Будем Об этом Говорить В Ночных Клубах Города Москвы На Западе Он Скажет Вы что С ума Сошли Какой Грех Все Очень Замечательно Все Очень Хорошо Понимаете А Молодежь С Какими Проблемами Обращается Чаще Вот Как Раз То О Чем Мы С Оберихи Информационного Пространства Культуры Традиции Обычай И Является Вот То Что Такаша В голове И Та Трагическая Драматическая Событийность В жизни Которая Происходит С людьми С чем Приходит Во-первых Как раз Именно Приходит Не По Количеству Я хочу Вам А вот По Переживанию По Травматичности Во-первых Это было К счастью Очень Редко Но Это Жертва Сексуального Насилия Студентки Так Второе Это Проблема Вот Этого Начала Сексуальной Жизни Половых Отношений Первая Проба Неудача Разочарования Да Дальше Вот Это Верность Первому Партнеру Сохранять Не сохранять Если с ним Не очень Получается Хорошо Неготовность Неготовность К Выполнению Просьб Или Требований Партнера Просьба Как поступать Или Психологическая Травма В результате Какой-то Формы Секса Которой Человек Не был Готов Или Обнаружение В себе Склонности К нетрадиционной Сексуальной Ориентации Например Девочка Осознает Что она Лесбиянка Или Молодой Человек Осознает Что у него Есть склонность Гомосексуализма А что Вы советуете Таких случаев Понимаете Это очень тонкая Это очень Интимная Тема Мы пытаемся Во-первых Исследовать Откуда Это появилось Откуда Это пришло Далее Внушенность Это Со стороны Или Наличие Некого Первого Сексуального Опыта Вы поймите Мне сейчас Тоже Очень сложно Об этом Говорить Я объясню Еще 25 Приблизительно Лет Назад Всемирно Организации Здравоохранения Считала Гомосексуализм Отклонением В здоровье В психическом А спустя Сейчас 25 лет Это уже Не болезнь Это уже Норма Если Волевым Решением Сверху Можно Назначить Что-то Болезнью Или Неболезнью Значит Говорить Мне об этом Норма Или Норма Тоже Достаточно Сложно Я Как Человек Нахожусь В рамках Определенных Систем Ценностей И для меня Нормально Когда есть Мужчина И есть Женщина Я сторонник Традиционных Классических Отношений Женщина Должен хотеть Мужчина Мужчина Должен хотеть Женщину Все Но я понимаю Что существуют Природные Отклонения Если хотите Аномалии Не аномалии Но так получается Рождается Человек И факты Такие Есть Там есть Деформация На уровне Даже физиологии Это Вам расскажут Любые люди Все Где-то Такие люди Рождались Я даже Знал таких Людей Так Когда Человек Своимещает В себе Два пола Но меня Что больше Все волнует Что я Замечаю Что Склонность К нетрадиционному Форму Сексуальной Ориентации Это следствие Либо Очень ранней Рекрутизации Рекрутизация Это когда Человек Попал В определенную Среду Его Совратили Где Ему Начинали Внушать Что это Круто Что это Здорово Понимаете Это следствие Определенного Воздействия Психологического На человека И его туда Просто Завербовали Как все Кто Или Это следствие Лесбиянства Когда У девочек Нет Положительного Первого Сексуального Опыта Или отсутствия Полноценного Сексуального Партнера Они чего-то Начинают Пробовать Либо тоже Были совращены Какой-то Более Зрелой Более Взрослой Более Опытной Женщиной То есть Очень часто Это реальные Издержки Социума Культуры Информационного Пространства Но если Они в этом Уже сейчас Живут У нас В Мордовии У них Очень серьезные Проблемы Очень Потому что Они вынуждены Скрываться Если Если они В открытую Начинают Об этом Говорить Или Заявлять Своим Родителям Что они Хотят Жить Вот так Совместно В паре Там Очень Много Трагедии Для Родителей Это Травма Психологическая Потому что Им стыдно Перед Своими Своими Психологами У меня Нету Никаких Оснований Тебя Осуждать Я Не Прокурор Не Судья И Не Душеприказчик Увы Ты Так Живешь Осознай Почему Это У тебя Понимаете Иногда Человек Осознает Что Все Так Это Не Его Что На самом Деле Была Какая Полоса В Жизни Но В большинстве Случаев Они Туда Уходят А Вы Говорите Всегда Есть Общественные Рамки А Можно От От Жить Свою Жизнь Довольно Серьезные Испытания На этом Пути Вообще Быть Индивидуальностью Личностью Это Достаточно Сложное Испытание Потому Что Хотите Или Не Хотите Социум Общество Вот Как Есть Белая Ворона Стая Ворон Белая Ворону Забивает Или У животных Когда Особь Отличается По Запаху По Цвету Почему То Ее Начинает Уничтожать Просто Вы Должны Понимать Что Если Вы Живете Вопреки Нормам И культуре В которой Вы Находите Будьте Готовы Держать Оборону Терпеть Претерпевать И Даже В общем-то Возможно И эмигрировать Потому Что Все Зависит От Того В Каком Собственно Говоря Социуме Вы Живете Могут Затравить Могут Изувечить Могут Морально Сломать А может Быть И ничего Вопрос Как Вы Живете Ваша Жизнь Не должна Быть Вызовом И в этом Вызове Не должно Быть Звучать Агрессии Превосходства Над окружающими Обвинения Их В какой-то Низкопробности Их личности И психике Вот этого Люди Не прощают А если Вы живете И это Особо Не касается Чего У нас Не было К сожалению До сегодняшнего Времени В традициях России Много Был чего Хорошего Но что Было Плохого И чего Нет У нас Нет Не сформирована Культуры Уважения К тайне Частной Жизни Человек Вы Сейчас Подойдете К любому Дому В городе Саранске А уж Не дай бог Село То там Всегда Сидят Бабушки Которым Обязательно Надо жать Где Что В какой Квартире Даже Если Это Неправда Но Сплетни И Версии Должны Быть Вот Это Подсматривание В замочную Скважину Ведь у нас Воспитание Это Было Вроде Было Коллективистское Хорошее Раньше Думай О родине А потом О себе Жила бы Страна Родная И нет Других Забот С одной Стороны Хорошо Умереть Зачизну А с другой Стороны Нет Уважения К Таинству К тайне К жизни Отдельного Конкретного Человека Оно Должно Быть Надо Дать Ему Право Жить Как он Хочет Понимаете В какого Бога Верить Какую Музыку Слушать С каким Человеком Общаться Это Должно Быть Это Признак Цивилизации Культуры Вот здесь Мы должны Это Знать Другое Дело Всегда Мы должны Понимать Что Если вы Живете Как-то Непрозрачно Чего-то Скрываете Это Всегда Вызывает Дозрения Окружающих Вот Не должно Быть Вызова С одной Стороны Вот я Такой И как Хотите И не Должно Быть Какой-то Особой Тайны Что Делало Бо Вас В глазах Людей Опасным Непредсказуемым Непонятным Да Вот Вот Что Я Порекомендовал Бо Спасибо За Песеду До Свидания Спасибо Вам Спасибо